Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первой книге царей. И сегодня мы будем читать 23 главу этой книги. «И известили Давида, говоря, вот филистимляне напали на Кейль и расхищают Гумна. И выпросил Давид Господа, говоря, идти ли мне и прожу ли я этих филистимлян». В 23 главе рассказывается о том, как царь Давид спасает город Кейль и о том, как царь Саул продолжает преследовать Давида уже в пустыне. «И отвечал Господь Давиду, иди, ты поразишь филистимлян и спасешь Кейль». Трудно сказать, как Господь собеседует с Давидом. Или через других пророков, или через Урим и Тумим, или действительно пророческий дар уже обнаружился в самом Давиде, и он вопрошает Господа из глубины своего сердца, и в себе самом слышит ответы на эти вопрошания. Как об одном пророке сказано, что он поднялся на башню, это один из малых пророков, и стал слушать, как Бог будет собеседовать с ним в нем самом. Потому что сердце пророка во власти Господа, и Господь знает, как собеседовать со своими избранными. Но бывшие с Давидом сказали ему, вот мы боимся здесь, в Иудее, как же нам идти в Кейль против ополчений филистимских. Мы попадем в плен к филистимлянам. Тогда снова вопросил Давид Господа, и отвечал ему Господь и сказал, встань и иди в Кейль, ибо я предам филистимлян в руки твои. Казалось бы, а что, Давиду нечем заниматься? За ним гоняется царь Израиля, Саул, хочет его умертвить. Казалось бы, Давид должен думать только об этом, как бы выжить. Но Давид-то уже помазанник Божий, и он чувствует ответственность за эту землю, за этот народ. Он уже действует как царь, и узнав, что филистимляне напали на Кейль, он хочет вступить в сражение с ними. «И пошел Давид с людьми своими в Кейль, и воевал с филистимлянами, и угнал скот их, и нанес им великое поражение, и спас Давид жителей Кейля». То есть он уже действует как царь, который заботится о своем собственном народе. «Когда Авиафар, сын Ахимелеха, прибежал к Давиду и пошел с ним в Кейль, то принес с собой Эфот, ту самую святыню, через которую можно было вопрошать Бога». «И донесли Саулу, что Давид пришел в Кейль, и Саул сказал, «Бог предал его в руки мои, ибо он запер себя, войдя в город с воротами и запорами, и созвал Саул весь народ на войну, чтобы идти к Кейлю, осадить Давида и людей его». Хотя Давид выполняет работу Саула, это Саул должен был спасать Кейль от филистимлян, Саул думает только о том, как бы погубить Давида. Вот когда кто-то так болезненно, плохо относится к любому человеку, к любому другому человеку, этот человек, конечно, одержимый, бесноватый, по сути дела. Потому что даже если человек противостоит тебе, не согласен с тобой по каким-то вопросам, это не значит, что ты должен начинать против него какую-то партизанскую войну, какие-то информационные выбросы делать и так далее, и тому подобное. «Когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, сказал священнику Авиафару, принеси Эфот Господен». Как я уже сказал, эту святыню использовали для того, чтобы понять волю Бога. «И сказал Давид пред лицом Эфота, «Господи, Божий Израилев, раб твой услышал, что Саул хочет прийти в Кейль и разорить город ради меня. Придадут ли меня жители Келя в руки его? И придет ли сюда Саул, как слышал раб твой, Господи, Божий Израилев, открой рабу твоему?» Я напомню, что вместе с Эфотом там были два камня, Урим и Тумим, и на Эфоде, на Нарамнике Эфода эти камни, они светились, если была подходящая буква, там были буквы, имена колен Израилевых, и из букв слагались предложения, слова, и это был ответ от Бога. Это был как бы такой радиоприемник, который напрямую принимал голос создателя. Это таинственная очень вещь. Эфот, Урим и Тумим, вот этот Нарамник. Итак, Давид вопрошает, не выдадут ли его жители Келя, которых он освободил, точно ли придет сюда царь Саул? И спрашивает, «Открой работу ему!» И сказал Господь, «Придет!» И сказал Давид, «Предадут ли жители Келя меня и людей моих в руки Саула?» И сказал Господь, «Предадут!» То есть для Бога история имеет обратное наклонение, потому что Бог никак не ограничен ни временем, ни пространством. «Тогда поднялся Давид, и люди его, около 600 человек, и вышли из Келя и ходили где могли. Саулу же было донесено, что Давид убежал из Келя, и тогда он отменил поход». То есть, смотрите, Саул туда не пошел. Народ Келя остался благодарен Давиду, они его не предали. Но Бог знает, как бы все эти люди поступили бы, если бы Давид не покинул Кель. Это удивительная загадка, непостижимая для нас. Ведь мы, тварные существа, существуем во времени и в пространстве, а Бог не ограничен ни временем, ни пространством. И когда мы молимся, например, за умерших, а мы не знаем, в каком состоянии они умерли, своей молитвой мы можем поменять что-то там в их последнем вздохе и в их последнем выдохе. Потому что Бог никак не ограничен в пространстве и во времени, и для него история может иметь обратное наклонение. Давид же пребывал в пустыне, в неприступных местах и потом на горе в пустыне Зив. Чем была удобна пустыня? Там сразу было видно на нескольких километров и километров, подкрадывается ли кто-то к нему или нет. Хотя, с другой стороны, в пустыне была опасность, что и тебя заметят за нескольких километров и километров. Поэтому Давид днем обычно прятался в пещере. Таких пещер очень много сохранилось, особенно в районе Кумран. А ночью он мог перемещаться. «Давид же пребывал в пустыне, в неприступных местах, и потом на горе в пустыне Зив Саул искал его всякий день». То есть у Саула это была как навязчивая идея. «Но Бог не предавал Давида в руки его. И видел Давид, что Саул вышел искать души его. Давид же был в пустыне Зив в лесу». Здесь мы видим другой формат, возможный для пустыни. Это смесь и песка, и деревьев. Где оканчивается такая абсолютная пустыня, начинается лес. «И встал Инофан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес». Лес обычно в таких пустынных местах мог быть на горах. Поэтому здесь дается это уточнение, что он был на горе в пустыне Зив, потому что на горе немножко климат другой, чем в пустыне как таковой. «И встал Инофан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес и укрепил его, то есть поднялся на эту гору, где был лес, и укрепил его упованием на Бога». Казалось бы, кто может укрепить упование на Бога Давида? А его укрепляет этот его молодой друг Инофан. Точно так же, как Инофан давал ему советы, и Давид прислушивался к этим советам. Что же сказал ему Инофан? «И сказал ему, не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего, Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе, и Саул, отец мой, знает это». И заключили они между собой завет перед лицом Господа, и Давид остался в лесу, то есть на горе, а Инофан пошел в дом свой, то есть через пустыню. Кажется, что Инофан почти пророчествует, когда говорит, мой отец никогда до тебя не дотянется. Но он говорит, что ты, Давид, будешь царствовать, а я буду вторым по тебе. Инофан не доживет до этого момента, когда Давид станет полноправным правителем над всем Израилем. Он погибнет вместе со своим отцом Саулом на Гилвуйской горе. Итак, мы видим, что они заключают союз между собою, пред лицом Господа, но Инофан все чаще и чаще заключает этот Саул во имя своих детей. Сам уже как бы не имея надежды, что он доживет до царства Давида. И прежде всего потому, что сам Инофан, конечно, связывает свою судьбу с судьбой своего отца. Он не переметнулся на сторону Давида, он все время возвращается к Саула своему отцу. Таким образом он соблюдает заповедь, почитает са и мать. Но в то же время он понимает справедливость Давида и несправедливость Саула своего отца. И далее мы читаем. «И пришли Зефеи к Саулу в Гиву, говоря, «Вот Давид скрывается у нас в неприступных местах, в лесу на холме Гахила, что направо от Иесимона». Мы видим, что лес действительно на холме, на горе Гахила, что направо от Иесимона. «Итак, по желанию души твоей, царь, иди, и наше дело будет предать его в руки царя». Вот казалось бы, такой патриотический акт. Какой-то мятежный Давид, диссидент какой-то, прячется там в их лесу, а они верноподданные, и они совершают такой патриотический акт, они закладывают Давида. Они свидетельствуют о том, где он находится, и призывают царя прийти и расправиться с ним. Но подлинный патриотизм не означает всегдашнее согласие с властью. Если власть ведет себя неправильно, то верующие должны оставлять за собою право не соглашаться с этим решением власти, которое противоречит, например, заповедям Бога. И в социальной концепции Русской Православной Церкви, Московского Патриархата, черным по белому прописано, что церковь оставляет за собой право не соглашаться с теми законами, которые принимает государство, но они противоречат нормам закона Божия. И сказал им Саул, Саул очень обрадовался этому патриотическому акту, благословенны вы у Господа за то, что пожалели о мне. Идите, удостоверьтесь еще, разведайте и высмотрите место его, где будет нога его, то есть Давида, и кто видел его там, ибо мне говорят, что он очень хитер. И высмотрите, и разведайте о всех убежищах, в которых он скрывается, и возвратитесь ко мне с верным известием, а я пойду с вами, и если он в этой земле, я буду искать его во всех тысячах Израиля. То есть он готов его искать и в этой земле, и вообще на любом участке земли всего Эрцесраэль, земли Израиля. Вот такая ненависть была у этого человека к Давиду. Скорее всего, ревность. Мы помним, с чего это началось, когда женщины, приветствуя Саула и Давида, кричали, Саул победил тысячи, а Давид победил десятки тысяч, и Саул возревновал. А потом, когда душа Инофана прилепилась к душе Давида, Саул уже ревновал Давида по поводу своего сына, что Инофан больше склонялся к Давиду, чем нежели к родному отцу. Но бывают ситуации, когда надо оставить родного отца. Ведь Давид — это прообраз Христа. А Христос говорит, «Кто не оставит отца и мать и не пойдет за мной, тот не достоин меня». Поэтому никаким патриотическим актом нельзя объяснить преступный замысел правителя и оправдать его тем более. И даже родство, которое нас ко многому обязывает, оно в рамках разумного отчерчивает границы ответственности для нас. И там, где наши близкие неправы, мы должны так и говорить, в этом вы неправы, в этом мы с вами не соглашаемся. Итак, жители этой горы, они, конечно, очень хорошо знали эту местность. Они там жили. И они знали каждую пещеру, каждый овраг, каждую рощу. Им легко было установить, где находится Давид. И встали они, и пошли в Зив, прежде Саула. Такая патриотическая расторопность, акт патриотический. Давид же и люди его были в пустыне, Маон, на равнине, направо от Есимона. То есть они как бы уже уклоняются от того места. И пошел Саул с людьми своими искать его. Но Давида известили об этом. И он перешел к скале и оставался в пустыне Маон. То есть получается, что Саул шарит с одной стороны горного хребта, а Давид прячется, передвигается с другой стороны. И услышал Саул, и погнался за Давидом в пустыню Маон. И шел Саул по одной стороне горы, а Давид с людьми своими был на другой стороне горы. И когда Давид спешил уйти от Саула, а Саул с людьми своими шел в обход Давиду и людям его, чтобы захватить их, тогда пришел к Саулу вестник, говоря, «Поспеши и приходи, ибо филистимляне напали на землю». Саул гоняется за победителем филистимлян, а в это время к нему приходят посланцы и говорят, «Филистимляне напали на землю». Поистине, если царство разделится само себя, оно не устоит. Конфликт между Саулом и Давидом он расшатывал государство, молодое государство еврейского народа. Он не сообщал этому государству устойчивость. Такие люди, которые занимают высокое положение, они должны избегать всех своих личных предпочтений ради общего общественного блага. Вот этого не было у Саула и в некотором случае, о котором мы уже говорили, этого не обнаружилось и у Давида, когда он легкомысленно в присутствии Дойка и Думинянина пришел к священникам и не таился перед этим Дойком, вел с ним переговоры, предполагая, что Саул за это может их всех наказать. А Дойк донес. А здесь Саула отвлекают. Он гоняется за победителем Голиафа, а к нему приходят и говорят, «Филистимляне напали». «И возвратился Саул от преследования Давида и пошел навстречу филистимлян, посему и назвали это место Селагамахлэков». Это означает «скала разделения». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...